Так, пока подходят еще хлопцы да девчата, давайте по тезисам. Первое. Ну, с сегодняшнего дня список политвязни у нас увеличился. К хлопцам, которые в Мариупольском СИЗО увязаны, а именно БЭК, доброволец АУН Леонид Лейтененко, Хаммер, доброволец Донбасса Александр Нориков, ГАЛ, который хоть мы и вытащили сейчас на домашний арест, но он не может из Мариуполя никуда выехать. Прибрался еще президент Грузии Михаил Саакашвили, который пребывает в таком же СИЗО, только в киевском СИЗО СБУ. У нас с первого дня мы с рухом новых сил соседи. Мы занимаем этот лагерь, они занимают тот лагерь. У нас масса спильных целей. И, естественно, вопрос о том, чтобы незаконно увязанные люди были освобождены, это вопрос общий. Поэтому ждем даты времени, насколько я понимаю, понедельник. Сюда однозначно необходимо прийти поддержать и Хаммера, который в Мариуполе сейчас, и будем обращаться к мариупольским друзьям Тэш-Петри Матрице и до Михаила Саакашвили. Напоминаю, кстати, что у нас собираются подписные листы с требованием, чтобы подобные вещи не использовались в меры пресечения арест. Я лично ни в какие подписи не верю, скажу честно. Однако есть масса людей, которые нужно до нашего понимания еще дойти. Поэтому есть масса судей, которым большое количество подписей тоже мысли о будущем темном их расскажет. Поэтому я все-таки прошу, подойти потом подписаться в общественную приемную. Мы это будем показывать западным дипломатам, послам, найдем применение Думы. Однозначно завтра нужно выходить все вместе на 12 часов в Паршевченко и идти потом на Майдан. Цели достаточно простые. Для того, чтобы политвязь не вышли, необходимо, чтобы туда сел Паршенко за конкретные излочины по приговорам украинских судов Луценко и прочие предатели, воры, которые во время войны совершают самое тягчайшее преступление, предают наши национальные интересы, расслевают народ. Друзья, ну, давайте звуковые эффекты оставим. Мы все, в общем-то, знаем наши цели. Второе. Многие спрашивают, а какие ваши экономические планы, а какие ваши политические планы, а какая программа? Для того, чтобы строить любые программы, необходимо сначала сделать так, чтобы прошло очищение власти. Чтобы единственный пока легитимный правоохранительный орган, Национальное антикоррупционное бюро довела до суда свои педозры по депутатам, министрам, окружению президента. Я так понимаю, уже ФБР активно им помогает. Чтобы были приговоры суда, чтобы были большие строка лишения свободы, конфискация награбленного. Таким образом, необходимо почистить массу людей, которые на своих должностях служат Российской Федерации, своему обогащению, но не Украине, заткнуть большинство коррупционных дыр, из-за наличия которых пенсионеры ведут нищенское существование. Мы все хаем, какая у нас медицина, и вынуждаем, в том числе, врачей многих брать взятки. Хаем образование, а исход из Украины принял уже характер эвакуации. Мы знаем, сколько людей выехало в Польшу, массу других стран. Прежде чем строить какие-то программы, нужно отбить руки беспредельщиков, и нужно, чтобы все-таки страна от них освободилась. Потому что иначе никакие программы невозможно. Что нужно для этого сделать? Для этого необходимы не лобовые атаки на учреждения, не крики, бей всех, а пробить информационную блокаду, потому что только народ Украины, весь вместе, может решить эту задачу. И большое спасибо тем, кто разносит листовки, большое спасибо тем, кто рассказывает правду своим соседям, знакомым, большое спасибо тем, кто просто хотя бы делает репост, ну и низкий поклон тем, кто приходит на акции. Второе. Нам необходимо создать организацию, которая даст кадры Украине. Хорошо, выгоним эти задницы золотого унитаза. А что дальше? Унитаз должен быть демонтирован, и вместо него должен быть скромный стуль чиновников. Вспомните те фото. А что это за человек идет с велосипедиком в толпе прохожих в Австрии? Это президент Австрии. Нам нужно сделать так, чтобы независимо от того, кто правит страной, он был подотчетен, совершил преступление, сел, и тогда это вечное проклятие прекратится, когда богатейшая страна с каждым годом все более и более нищает. А для этого нужно, чтобы после одного не пришел другой, потом третий, нужно демонтировать олигархию, а это без организации, которая во время войны сможет взять на себя ответственность за то, чтобы страна не разрушилась, которая даст необходимые кадры из волонтеров, добровольцев, тех, кто защищал Украину. И в тылу, и на фронте мы этого не сделаем. Поэтому очень важно не просто ходить на красивые акции, отбивать штурмы, или как вчера бегать по всему лагерю с криками, ну где ж тетушки, где этот спецназ. Помните, кстати, история, чем Россия от Украины отличается, что в России, когда приходит ихний ОМОН, народ разбегается, а у нас начинают искать, так где ж он вообще есть. Поэтому есть очень много трудной работы. Собирать подписи, создавать организацию, бороться прежде всего со своим незнанием. Мы имеем дело с людьми, которые десятилетиями были министрами, депутатами, головами комитетов, президентами, учились настолько ювелирно обманывать народ. И многим из тех, кто сейчас вступает в рух вызывания, тоже нужно получить необходимые знания, но чтобы ликвидировать тот вред, который нанесли Порошенко, Лусенко и прочая шваль народа Украины. Завтра встречаемся в 12 часов на парке Шевченко, идем на Майдан после этого. Ну и последнее, что я хочу сказать. Я сегодня читал массу постов в интернете, массу заявлений. Очень многие люди говорят, что тут идет просто борьба за власть, что нельзя во время войны заниматься взаимопобориванием, что нужно всем сосредоточиться на борьбе с внешним врагом. Я считаю, что такие взгляды ошибочны. Ту Малороссию, которую сейчас будочники во главе с олигархами и их ставленником Порошенко строят место Украины, эта Малороссия победить Московию не способна в принципе, они не для этого ее будуют. Они будуют для того, чтобы имитируя войну, пользуясь патриотизмом и героизмом наших хлопцев на фронте, просто продолжать разворование страны. Нам нужно очистить нашу власть, нам нужно построить Украину прежде всего. И путь к возврату Крыма, к освобождению Донбасса лежит прежде всего. С очищения наших Печорских холмов. И без этого ничего не изменишь. Вспомните, что там говорил Петлюра по поводу московских ВОЖ и наших отечественных гнид. Этот фронт, он не менее важен, чем тот фронт, который держат хлопцы на Востоке. И еще раз, самый низкий поклон тем, кто сейчас отдает свои жизни и дает нам время очистить власть, дает нам время сделать то, что не могли сделать все эти 20 лет. Я рад видеть столько людей. Передаю микрофон Егору Соболеву. И другую Дикому. Слава Украине! Героям слава! Дякую. Підтримую все сказанное Семеново Семенченко. Хочу добавить от себя для небайдужих украинцев, которые хотят долучиться до нас, кому важны будущие страны, будущие их детей. У нас есть намет, где гражданское принимание, где записываются цивильные граждане. И также есть мобилизационный пункт для военных, для участников ветеранов Российской и Украинской войны. За вызволение. Дякую за увагу. Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Цей маєток був побудований в часи, коли Луценко називав себе польовим командиром Помаранчевої революції, і ми разом з ним виходили на Майдан в день початку Помаранчевої революції, і відзначали це як день свободи. Когда до войны пришел Янукович, через страшную бездействие, через обман людей, через просто неспроможность вести государство вперед, которую тогда продемонстрировала помаранчевая война, через это же пришел Янукович. Мы с вами начали обурюватися, мы с вами начали повставать, и до нас прибег Юрій Луценко, до нас прибегли и другие лидеры, которые уже один раз провели завдание управления государством. И сказали, мы с вами, мы тут, мы будем бороться с кривальным диктатором Януковичем. И мы боролися, и мы втрачали своих друзей, и мы победили. И теперь мы ездим до маедки генерального прокурора Юрия Луценко, до маедки президента Украины Петра Порошенко, и думаем, какими мы были идиотами. Идиотусами Аристотель называл людей, которые не занимаются управлением своей государством. Наша основная ошибка была, и она остается у многих людей, что просто нужно один раз выйти на Майдан и кого-то прогнать. Ні, друзья, выйти на Майдан и кого-то прогнать, мы с вами делали и делаем постоянно. Но от этого победы не выходят. От этого маедки не стают меньше. От этого потеку украинцев, которые в свою собственную государство, только увеличивается. А еще в последние годы мы начали втрачать своих друзей и своих подруг. Потому что справедливая революция, которая уже началась, это не втеча чернового президента или чернового генерального прокурора. Во-первых, мы их не отпустим. Во-вторых, справедливая революция – это справедливая смена правил. Какими мы могли быть идиотами, чтобы голосовать за политиков, не переверивши их маи? Но я скажу честно, я сегодня первый раз в жизни видел, где живет генеральный прокурор, и я был враженный. Я прекрасно понимаю, что не может человек, который всю жизнь был в политике, заработать на такой маедок не крадучи. Причем не крадучи много. А повторюсь, это в майне помаранчевых часов. Сколько в него появилось сейчас, за часы Евромайдану, за часы войны за независимость. Это нам с вами, следствием антикорупционного бюро, антикорупционного прокуратура, антикорупционного суда, который мы утворим, обязательно нужно установить. И Семен правый, насправді очищение влади означает не только выгнание тех, кто сейчас крадет, но и установление барьеров, которые не позволят никому больше красти. Один из решений, которые мы с вами обновь проведемо, этот закон уже разработан и готов, и мы его ухвалим в Украинском парламенте, это закон про то, что будь-який кандидат в президенты и будь-який кандидат в народные депутаты мае довести, что все, что у него есть, зароблено честно, из него сплачені податки. И он есть або скромной человек в скромной квартире, або, если он занимался бизнесом, у него есть причины, компания, прибудки, сплачені податки, из которых он купил себе больше майно. А еще просто на гарматный пострел не можно допускать не те, что до влади, а и до выборов. Так само мы понимаем, что очень важно призначити справедливо независимого генерального прокурора, который, наконец, начинает карать и тех, кто служил Януковичу, и тех, кто служил Порошенко, и тех, кто вместе с ним служил и служил Путину. Медведчук, Львичкин, Ахметов, они все в себе прекрасно почувают в нашей стране, и поэтому этого раза у нас с вами мае выйти справедливая революция. Возвращение, вигнання с посад всех, кто зрадил свою державу, недопущение их втечения ни в Россию, ни в Панаму, ни куди они захочут втекти, увязнение всех разом с конфискацией их маея, и установление новых правил управления державой, где проверка маея посадовцев, проверка маея тех, кто претендует на владу, мае стати нормою, правилом и обовязком. Тоді мы с вами по-справжньому переможемо. Останнее, что хочу сказать, Петро Порошенко с Юрием Луценком очень наблюдают момент нашей победы. У нас никогда не было столько поддержки, как в последний неделю. Я за весь час работы на посаде главы парламентского комитета с протидією корупції не чувствовал стольки поддержки, как в день, когда меня извольнили. Ихні репрессии, их попытки нашей нейтрализации, их попытки тиска на нас, они, как и Путин, не понимают, что они лишь делают нас сильнее. От тиска украинский народ прокидается, от тиска украинский народ повстает, от тиска украинский народ стает народом. И очень скоро, очень скоро, мы с вами зайдемо и арестуем керевников государства, которые раздали ее в период войны за независимость. Но все должны усвятить, у нас больше завдания, чем просто арест Порошенко, Луценко по списку. Наши завдания не допущение, чтобы это никогда больше в будущем не повторилось. Поэтому очень важно, чтобы мы объединялись навколо не только борьбы против политических репрессий, отстойвания одинодных, но и установления всех правил добропорядного управления государством. Каждый, кто их не видит, может после митинга взять газету Руху Визволения. Каждый, кто их уже прочитал и погодится с ними, может рассказать про это и другим людям. Достукувание до суспільства, озброющее суспільства идеями сегодня є нашим главным завданием. Я скажу честно, за моим спостережением, хлопцы из Руху Визволения, которые стоят здесь, которые готовы прийти на допомогу, уже могут сегодня взять штурмом президентский маяток, маяток генерального прокурора, увейти в Верховную Раду и в адміністрацию президента. Но очень важно, чтобы после этого штурма туда не зайти другие шахраи, туда не зайти агенти Путіна, которые он прислал массу, не только до Киева, но и всех мест и местечек нашей Украины, и мы это увидели во время войны за независимость. Очень важно, чтобы туда не зайти те, кто пробежит в последний день и скажет, я с вами, я тоже боролись с Порошенко, я его завжди засудживал, пустите меня до себя. Тому организация суспільства, озброение его идеями, выявление правильных лидеров, которые возьмут владу не только в Киеве, а в каждой области, в каждом месте, в каждом месте, это нашим главным завданием. Войскови, которые имеют опыт боевых действий, вам сюда, до коменданта руху визволения, мобилизация идет постойно, и последний тиждень наши лавы очень хорошо выросли. Цивильным, которые готовы расширить идеи, объяснивать тем, кто еще не понимал, бороться с акциями громадянского спротива, вам туда, в громадскую приемельную руху визволения. И повторяюся, момент нашей победы наближается, друзья. Главное, чтобы этого раза мы с вами не выпустили из рук. И я уверен, что это абсолютно в наших силах и является нашим оборудованием. Разом до победы! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рух! А Украине! Херой, брат!